Каждому из нас порой хочется подурачиться и устроить, скажем, импровизированную домашнюю фотосессию. Особенно по весне, когда настроение уже на высоте, а вот с красотой окружающей природы пока напряженка. Выход на скорую руку – соорудить компактную фотозону, которую при желании можно будет два движения задвинуть под диван. Или, если такой декор в вашем стиле, оставить висеть на стене. За основу нашей будущей шторы я взяла вот такую деревянную рукоятку от швабры и тщательно ее зашкурила. Дополнительными элементами послужат кольца от старого карниза, которые я покрасила золотой краской. Но и самое главное – это нитки. Я выбрала голубую цветовую гамму и разделила ее на сегменты разных оттенков. Хочу добиться эффекта градиента с розовым ярким всплеском. Я разрезала все нитки на отрезки длиной 2 метра. Собираем каркас, располагаем палку горизонтально и раскладываем рядом кольца, чтобы определить, сколько штук нам понадобится. Связываем их в цепочку при помощи нити. И точно таким же образом привязываем каждое кольцо к палке. Теперь крепление. Возьмем отрез бечевки длиной около полутора метров и привяжем его вот таким образом по концам палки. В зависимости от того, насколько широко вы расположите ее концы, вы сможете регулировать высоту и форму вот этого крепления. Расположим заготовку на стене. Так будет сподручнее. И перейдем к самому главному – к нитям. Простейшими узлами-петлями привяжем каждый отрезок к кольцу. Сгибаем его пополам, продеваем в петлю и затягиваем. Работаем с одним кольцом до тех пор, пока не дойдем до крепления. И со всеми остальными также. Когда все нитки привязаны в том порядке, в котором вам хотелось и вы добились всех желаемых эффектов, добавим немного хитросплетений. Разделим нитки вот таким образом. Возьмем половину с одного кольца и половину с другого и свяжем их вместе. Ниже снова их половине мы связываем. Подравниваем концы слегка под углом. Такой декор отлично впишется в интерьер в стиле боха, украсит изголовье кровати и придаст всем вашим домашним фотосессиям оригинальности и самобытности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова